Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Давайте еще раз «добрый день» я произнесу. Вот этого, может быть, он станет еще добрее. Хуже не будет в любом случае. Продолжаем мы бизнес-канал. Сейчас его вторая часть под названием «Бизнес-класс». В этом эфире мы встречаемся и беседуем с ведущими российскими бизнесменами. Сегодня замечательная тема, на мой взгляд, интересная, своеобразная, может быть, в какой-то степени. И, к сожалению, все же не очень популярная, наверное, да? Совсем не популярная. Мы в этом смысле еще и будем ее продвигать, будем, так сказать, стремиться к некой финансовой грамотности населения в очередной раз. Итак, обсуждаем мы сегодня тему российского антикварного рынка. В гостях у меня Сергей Юнин, учредитель Восточноевропейского антикварного дома. Добрый день, Сергей. Добрый день. Уважаемые слушатели, вы можете к нашему эфиру присоединиться. Вы можете задать свои вопросы Сергею или поделиться собственными мыслями по этому поводу. Для этого есть телефон прямого эфира, телефон студии 6510996, код Москвы 495. Либо есть адрес компании, сайт компании finam.fm. Вы можете, соответственно, свои сообщения там опубликовать, и я их прочту в эфире. Вот, собственно, и все, наверное, да? Все приготовления мы сделали. Давайте начнем беседу. Сергей. Российский антикварный рынок. Ну, для вас, как для профессионала, как звучит это словосочетание? И, с точки зрения, непрофессионально, насколько привычно вообще, да, вот эти вот слова вместе ставить. Российский антикварный рынок. Он вообще есть? Пока, безусловно, непривычно ставить, потому что рынок был закрыт всегда. С момента его начала существования антикварного рынка, да, российского, он был закрыт, потому что по нескольким причинам. В первую очередь, люди, игроки этого рынка прекрасно понимали, что они работают в теневом секторе экономики. Да, конечно, потому что через кассу магазины никогда ничего практически не пробивали. Сейчас, я думаю, что процентов 80-90 оборота денег идет все-таки в теневом бизнесе. Люди понимали это и естественно... А это, извините, пожалуйста, это свойственно любому антикварному рынку или только российскому, или только нынешнему рынку? Сейчас объясню. Вот я считаю, что если в России рынок черный, то во всем мире он, безусловно, не черный, конечно, но он серый, он не светлый. По той простой причине, что слишком соблазн велик, а не доплатить налоги. И это возможно, и как в аукционных домах вполне это происходит соблазн. Вот этих ведущих, да, вот этих, которые на слуху... Вы знаете, я не могу так говорить, потому что это было бы нечестно. Я не могу это смотивировать и доказать. Но сам принцип проведения аукционов, он, безусловно, под собой несет соблазн большой. Соблазн, конечно. Рынок российский, он начинается. И я думаю, что в ближайшее время, уже через 2-3 года, можно будет... Словосочетание российский антикварный рынок уже не будет резать слух никому. А, кстати, он начинается с нуля, или все-таки есть какие-то, как во многих отраслях, есть какой-то мостик из советской действительности в российскую? Вы знаете, я думаю, что, к сожалению, он есть. Потому что, да, конечно, потому что, когда был СССР, то антиквариат не был, и не было возможности иметь этот бизнес. Но, тем не менее, люди всегда занимались антиквариатом. И дилеры уже тогда были советские. Сережа, я вспоминаю старые советские фильмы, такие детективы, да, и всегда там тот, кто занимается, да, это обязательно вот какой-то дяденька нехороший. На самом деле, у любого сейчас обывателя, если спросить, чем у него ассоциируется слово антиквариат или аукцион, первое, что придет, преступление, обман, фальшивки. Потому что или у нас никогда ничего не говорили об антиквариате, ну, последних лет 20, наверное, да, или говорили, но через призму, что где произошло скандального, кто где кому что-то продал. С отрицательным всегда какие-то оценки. Мы каждый год слышали и слышим громкие скандалы, которые происходили на ведущих, ведущих аукционных домах мира. Но, с другой стороны, если это так, то вот этот антикварный бизнес, он подвержен, что ли, да, подобным вещам? А вы знаете, а любой черно-серый бизнес, он этим вещам не может не быть подвержен. Обязательно, безусловно. Только белый бизнес, он понятен и не криминализирован. А там, где начинаются неущенные наличные деньги, то там все остальное, это неизбежность. То есть такая суровая действительность, да? Безусловно. А как вы? Ну, я слушателям, ну, давайте такую историческую справку. Мы с вами не первый раз, во-первых, в эфире, да, и, соответственно, я прекрасно знаю, ну, или наслышан, да, о том, чем вы занимаетесь. Благородные цели ваши, я имею в виду. Выгодные. Прежде всего, выгодные в том числе, да. Так вот, как вы со своей позиции, учредитель Восточноевропейского антикварного дома, все-таки стараетесь, ведь наверняка это так, да, из совсем темной сферы, из ночной сферы? Безусловно, потому что никогда ни один нормальный человек не придет в черную сферу, никогда ни один нормальный человек не придет в закрытый рынок, правильно? А в России коллекционеров, собирателей, инвесторов антиквариата могло быть в разы больше, если бы люди понимали, что там не страшно. А там на самом деле не страшно, потому что ведь какой бич антикварного рынка мирового? В первую очередь, это фальшивки, да. Вторая, завышенные цены при продаже этих фальшивок. Вот во всем мире, допустим, антиквариат является предметом финансового оборота. Европейские банки с удовольствием, без проблем принимают антиквариат в залог. В России этого не происходило. Вот сейчас, только сейчас я начал, я как банкир с 25-летним стажем, я как раз сейчас и хотел сделать, и добиваюсь этого, чтобы антиквариат стал предметом финансового рынка, достойным участником его. Для этого банкиру что нужно? В первую очередь, это определить цену, второе, это подлинность, и третье, понимать, как он это будет реализовать. Сейчас мы можем предложить всем банкам, мы недавно рассылали письмо по всем московским банкам, по всем без исключения, с предложением рассмотреть все-таки вопрос, о включении предмета антиквариата в залоги, потому что у нас есть работа Национального института независимой экспертизы, которая без проблем оценит и определяет подлинность, и второе, есть Восточноевропейский антикварный дом, который с удовольствием примет это на реализацию банка. А, кстати, вот это предложение, интересно, конечно, как банки реагируют на ваши предложения, и тем не менее, вот это предложение, оно, его реализация точнее, да, это инициатива каждого конкретного коммерческого банка, или нужно вмешать свой регулятор, например, центральный банк должен сказать, там, смирно. Почему? Не знаю, я поэтому и спрашиваю. Да нет, это безусловно, это дело любого персонального банка, но сейчас конец года, и банкиры, безусловно, не до этого. А, не лучшее время такое, да? Не лучшее время. Мы рассказываем, рассказываем и рассказываем, потому что, ну, я уверен, что скоро банкиры поймут, и я надеюсь, что регулятор все-таки резервирование на залоговое обеспечение в виде антиквариата все-таки понизит. Но ведь центральный банк, те же самые живые люди, они тоже не знают антиквариат, боятся вот этого. Вот, вот, все зависит, опять же, информации нет, на самом деле. Никто не знает, вернее, очень многие не знают и не понимают, что нет ничего страшного антиквариат, что есть учреждения, как вот наш же институт, которые определяют подлинность и делают профессионально и грамотно. Вот, надо, я думаю, Сережа, об этом более подробно поговорить. Итак, еще раз я напомню, да, вы говорите три критерия, да, как минимум для того, чтобы банк брал в залог. Но четвертого же я просто не вижу. Это его грамотно, ну, грамотно оценить, я его уж не буду, там, первое, второе, не суть важно. Грамотно оценить его, да, по рыночной стоимости, дальше, убедиться в его подлинности, соответственно, да, и знать, что ты его при необходимости можешь реализовать. То есть он должен быть ликвидным с точки зрения института. Причем, имея хранилище у себя, мы могли бы банкиров избавить вообще от любых проблем. Мы могли бы хранить эти залоги, безусловно. Плюс к этому у нас есть частное охранное предприятие, мы всегда можем в любую точку выехать, принять там пакту. И банкам это выгодно, и людям это выгодно, потому что на сегодняшний момент владельцы антиквариата при необходимости получить кредит какой-то, они могут идти только куда? Только в скупки, больше в ломбарды. В ломбарды. Да. Хорошо, это очень интересно. Сережа, значит, мы прервемся сейчас, в эфире у нас будут новости. Послушаем новости, потом продолжим наш эфир. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня в студии Сергей Юнин, учредитель Восточноевропейского антикварного дома. Ну и, естественно, мы обсуждаем с вами проблемы российского антикварного рынка, который, как заявил Сергей, уже существует. Он начинает существовать. Он начинает, хорошо. Он начинает существовать. Это пока неприличное, боже мой, простите, непривычное словосочетание. Но наша в том числе задача, да, сделать его более популярным. А уже, вы знаете, к этому просто назрел момент. Как революционная ситуация, да, верхи не хотели, и они все не могли. Просто люди начали понимать, ну и главные игроки рынка, что хочешь или не хочешь, но рынок должен быть открыт. Хочешь или не хочешь, нужно системно бороться с фальшивками. Нужно, чтобы люди не боялись идти, и чтобы они знали, что они гарантированы. Вот мы первые, кто сообразил и начал это реализовывать. Мы предлагаем свои предметы, все предметы, которые у нас продаются на аукционах или в магазине свыше 150 тысяч рублей, они имеют экспертное заключение, и они имеют страховку на выбор. Или страховая компания, или мы можем предоставить банковскую гарантию на то, что это заключение является неошибочным. И в случае ошибки эксперта, мы, безусловно, выплачиваем, или банк выплачивает, или страховая компания выплачивает всю сумму. Потому что финансовая гарантия, это чрезвычайно важно на экспертное заключение. Ведь когда покупалась картина Адалийски, да, Кустодиева, то там же было экспертное заключение, но эксперт не был застрахован в страховой компании. А если бы он был застрахован, то юристы-покупатели, они пошли бы не в аукционный дом там скандалить, а они пошли бы в страховую компанию и получили бы деньги. Потому что во всех страховых компаниях есть такой пункт, как страхование профессиональных рисков. А вот в этом примере некомпетентен оказался оценщик, или что это? Ну там спорно, да? Я не могу же это сказать, но если возникает спор, то значит все неоднозначно. Совершенно верно. Ну и как минимум, если возникает спор, то спор надо, этот конфликт решать в определенных местах, правильно? В определенных органах. А мне, как покупателю, мне нужно вернуть свои деньги. Ребята, будьте любезны, я иду к страховщикам, они мне плачут, и решайте вы там в спорте. Страховая компания выставляет лимиты финансов на того или иного эксперта, и в рамках этих лимитов действует. Ну так вот, давайте об этом поподробнее. И так еще раз напомню, что один из трех столпов, что называется, основных моментов, когда мы говорим о обороте предметов антикварного рынка, это подлинность их определить, с высокой долей вероятности, это, по крайней мере, 100%. Это самое главное. Это самое главное, и это именно то, что мешает развитию международного антикварного рынка. Именно международного, не российского, а международного. Да это же бич в любой стране, не может же быть только Россия, правильно? Ну мы-то обсуждаем, я допускаю, что это не может быть только Россия, но тем не менее мы обсуждаем то, что российский рынок только еще становится на ноги, а там-то это все уже имеет... Правила игры только сейчас начали формироваться, понятные для людей. Потому что хочешь, не хочешь, а все равно зарплату уже платит клиент, да, все клиент. И самое важное, чтобы клиент был спокоен и уверен, что он покупает по корректной цене, он покупает подлинную вещь. Ну давайте, а вот о подлинности. Кто в России, по крайней мере, может эту подлинность определить, если уж не гарантировать? В России сложилась не совсем нормальная ситуация, но сейчас она начинает выправляться. Когда государственные... Ведь кто лучший эксперт всегда был? Люди, которые работают с этим, правильно? Конечно. То есть музейные работники. Плюс к этому одной из основных экспертиз является сравнительная экспертиза. То есть это когда эксперт идет в запасник и сравнивает тот предмет, который мы принесли на экспертизу, с предметом, как они говорят, заведомо подлинным. Заведомо, хорошая фраза, заведомо. То есть они знают, что это действительно оригинал. Как правило, то, что вещь оригинальна, знают по провинансу, то есть как бы по истории этого предмета. И так вот, несколько лет назад в государственном музее было запрещено давать экспертизы. Конечно, потому что это, в общем, тоже эксперты живые люди, они могут ошибаться. И получается совершеннейший вакуум. Нет, а вот мне очень интересно, а на каком основании было запрещено давать музейным работникам право экспертизы, если кроме них, по большому счету, и некому? Ну, просто об этом-то никто и не думал. Но ведь государственный музей, он не может попадать ни в какие скандалы, правильно? С одной стороны. То есть таким образом оберегалась репутация, что ли, да? Безусловно. Ребята, вы лучше не лезьте, потому что, не дай бог, что случится. Но ведь запрещая государственным музеем заниматься экспертизой, должны же были позаботиться о том, кто же это будет. Конечно, ведь это необходимо. Ну, государство почему-то никогда не обращало большого внимания на такой, безусловно, не просто интересный, а такой огромный рынок, как антикориат. И мне кажется, что это единственный сейчас бизнес, который остался государством туда не охвачен. Я думаю, что просто не понимают, как это сделать. Поэтому вот мы готовим какие-то проекты, законы, законов, которые мы хотели бы, чтобы все-таки закон об антикориате был. И чтобы там законодательно, на федеральном уровне, потому что без этого ничего все равно не сделается, были определены правила, четкие правила игры и понимания. Да, это важно, я согласен. Я еще на ваш вопрос не ответил. Так вот, с этого года начали создаваться, начали понимать, что системно нужно бороться с тем количеством фальшивок, которые существуют. В этом году был учрежден, летом этого года был учрежден Национальный институт независимой экспертизы. Причем, я же не специалист, я не сильный эксперт, но я никак не мог понять, а почему раньше экспертизу всегда делал один человек. Вот в нашем источнике экспертизу делают три эксперта независимых друг от друга, они даже не знают, кто по этому предмету пишет заключение. И обязательно техническая экспертиза. То есть, по большому счету, четыре эксперта делают. Один и тот же предмет, да? Конечно, 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 но в течение одного дня не приезжают. При такой системе экспертизы вероятность ошибки практически сведена к нулю. И плюс к этому еще и страховая компания страхует все эти экспертизы. Вот это важный момент. А вот эти четверо экспертов, они кто? Они бывшие музейные работники, кто-то бывший музейный работник. Просто я к тому, что эксперт, у него, тем более на нем такая огромная ответственность, у него какой-то, я не знаю, лицензия должна быть, или подтверждение его профессионального уровня. Часть из этих людей, они аттестованы Министерством культуры. Именно для проведения вот этих экспертных работ. Да. Остальное, мы всех юристов, всех экспертов своих, мы аттестуем сами. То есть у нас есть экспертная комиссия во главе с одним из руководителей Министерства культуры, да, и мы выдаем свои свидетельства. Вот они и делают, проводят экспертизу и по оценке, и по определению полинности предмета. Причем по всем видам антиквариата, кроме живописи пока. А почему живопись пока? Ну это самое сложное. Самое сложное, да? Самое сложное, потому что картины, особенно старые картины, они дорисовывались, там, реставрации всякие были, да, поэтому на некоторых картинах, может быть, там, процент 10-15 только подлинные, то есть той, старой живописи осталось. Остальное уже все в результате, да, но ты же не знаешь, что картина не подлинная. Это сложная экспертиза. Кстати, это не значит, что картина не подлинная, а это каким-то образом оказывает влияние на стоимость. Вы знаете, ну это никак, к сожалению, нигде не прописано, нет таких рамок каких-то. Вот это и сложность получается. Получается, эта цифра все-таки в определенном смысле с потолка. Виртуальная, конечно. Ну, с другой стороны, если мы все-таки говорим о рынке, да, антиквариата, то я предположу, что в какой-то степени и цена на тот же самый предмет искусства может, что называется, рыночными законами формироваться. Если на нее есть спрос, да, то этот спрос удовлетворяется по такой-то цене. Значит, вот столько она и стоит. Да, но вы не думали о том, что спрос вообще-то формируется? Ну, думал, думал. Хорошо. А как он формируется на антикварном рынке? Да очень просто. Начинают рассказывать о том, какой там классный художник, там, Вася Пупкин. И если это делается правильно, системно, да, и если проводятся еще и выставки его картин, там, каталоги хорошие, красивые. Вот тебе Вася Пупкин очень хороший художник. Маркетинг такой, грамотный маркетинг. Кто-то же смог убедить народу, что Черный Квадрат Малевич – это гениальное творение. Да, это гениальное творение. И много таких примеров, я бы тоже... И мне одна искусствовед очень долго объясняла, насколько там классно подобраны оттенки этого черного цвета, и насколько это гениально. Да, да, да. Ложиться на глаз. Да, и слушай вот ее речь, я понял, что я совсем не разбираюсь в живописи. Очень субъективные, видимо, очень вещи. Сережа, мы сейчас прервемся, у нас рубрика «Вне времени». Послушаем эту рубрику, потом продолжим эфир. Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем российский антикварный рынок. В гостях у меня Сергей Юнин, учредитель Восточноевропейского антикварного дома. Я напомню для вас, уважаемые слушатели, телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Вы можете позвонить, написать нам, задать свои вопросы, поинтересоваться, что, на мой взгляд, вполне актуально, а как можно инвестировать, как можно стать владельцем того или иного предмета антиквариата. Но мы, тем не менее, продолжим разговор с Сергеем по поводу вот этих трех основных моментов, связанных А, с подлинностью, Б, с оценкой и С, с реализацией предмета искусства. На оценке мы остановились. То есть, я так понимаю, абсолютно субъективна эта цифра, и она берется в известном виде. На самом деле, и да, и нет. Потому что для того, чтобы провести правильную оценку, проводится анализ, настолько, насколько это возможно, провести анализ продаж того или иного предмета. Ну, это, в первую очередь, аукционные дома. Второе, это, безусловно, опрос дилеров. Ну, главные продавцы. Вот, конечно, она несколько субъективна, потому что все же персонифицирована, так или иначе. Как там, помните, такую корову не дам никому, такая корова нужна самому. Это уж как расскажешь. Совершенно верно. То есть, грамотный подход здесь тоже, да, нужен? Индивидуальный, в любом случае. Но, хотя, так или иначе, все равно ценовой диапазон, он везде, он есть на каждый предмет. Кроме тех предметов, которых практически нет. Вот, ну, сейчас объясню. Вот, к примеру, рубль нашего императора Константина, которого не было. Когда в 1825 году Александр I умер, то должен был зайти на престол его брат Константин, который, как оказалось потом уже, стало известно, что он отрекся за два года до этого, до этих событий от престола. Потому что он посчитал, что работа с царем, наверное, очень тяжелая. И он прекрасно себя чувствовал, являясь наместником России в Варшаве, ну, со своей там балериной. А директор Станпикибургского монетного двора, не зная об этом, напечатал 4 рубля константиновских. И поехал в Варшаву, чтобы ему их преподнести. Пока он доехал до Варшавы, он узнал, это известно, что будет следующим императором не Константин, а Николай I. То есть, рубли были, рубли правильные были, правильно отпечатаны, а императора такого не было. Так вот, 4 рубля, ну, как вот вы считаете, сколько любой из этих рублей может стоить? Можно попросить миллион, и ты будешь прав. Можно попросить 10 миллионов, и ты тоже будешь прав. Их нет. Вот здесь, конечно, вопрос о ценообразовании, он совсем индивидуальный. Да, 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 это мы говорим об исключительном каком-то случае, да, это, может быть, даже несколько нерыночный предмет. Вот, да, это пример, который вы привели. А есть исключительно... Есть предметы, по которым часто проходили сделки, правильно? Ну, в среднем как-то определяется цена, с учетом, безусловно, инфляции, доллара. Вот, вот, и в этом смысле, смотри, опять... И когда говорят, извините, когда я говорю, что цена возросла, это не цена возросла, доллар подешевел. То есть, исключительно инфляция долларовая, да, определяется? С учетом. С учетом доллара, безусловно. Ну вот, возвращаясь опять к разговору о цене и к идеям инвестирования в предметы искусства, в предметы антиквариата, ну, такая ориентировочная ежегодная доходность, какая может быть в среднем? Ну, не какая, может быть, какая есть. Какая есть, хорошо. В штильвы, когда доллар спокоен, в штильвы, так называемые годы, это 10-15%. В год? Да. Тогда, когда становится что-то неустойчивым, то всегда, куда люди уходят, куда доллары уходят? В первую очередь, это, безусловно, золото, швейцарский франк, безусловно, недвижимость и антиквариат. Это вот в те моменты, да, когда мы чувствуем неустойчивость в долларовых активах, да? Ну, скорее даже не мы, а вот они. Ну, они, да. Хотя и мы, в принципе, чем не отличаемся, да? Ну, несколько отличаемся. Ну, в чем? Вот, кстати, предмет антиквариата, если говорить о российском рынке, все же, он будет ориентироваться на рублевую инфляцию или на долларовую? Есть такое непреложное правило, что деньги надо хранить в той валюте, в которой ты их собираешься тратить. Поэтому, безусловно, если мы здесь сделки ведем в рублях, то, конечно, рубль. А мы здесь не можем, не имеем права по закону вести сделки не в национальной валюте. В России больше тысяч миллиардеров долларовых официально. Россия очень богатая страна. И после того, что произошло с депозитами наших ребят на Кипре, денег много, они не знают, куда их девать. А вы почувствовали, я догадываюсь, вы почувствовали, кстати, плеск интереса, например, да, после весны, событий весны этого года? Вы знаете, и да, и нет. Потому что рынок вот только начинает открываться. Вот посмотрите, за этот год, я лично сказал, я вот уверен, больше, чем за 20 последних лет. Рынок надо открывать, говорить надо, что это не страшно, что есть эксперты, что есть гарантии. Очень важно, чтобы люди поверили. И это происходит. Сейчас очень сложно сказать в цифрах это. Вот даже вот на нашем примере, на примере нашей экономики, нашего антикварного дума. Но я чувствую, что скоро вот это все уже будет сказываться на цифрах. Люди начали проявлять интерес. Я понял. Хорошо. И давайте тогда еще обсудим вопрос, связанный с реализацией того или иного предмета. Потому что, ну, понятно, что если этот рынок достаточно цивилизован, то здесь тоже вопросов никаких не возникает. Где я могу купить, если я захотел продать, каким образом я, да, куда мне надо обратиться. Вот это все тоже, если это не биржа, да, в таком классическом смысле слова, то все равно это какие-то известные площадки. И, соответственно, в России, да, как это? Ну, у нас пока еще, к сожалению, у нас известность площадок относительная в Сельскомурских кругах. Но, конечно, нужно покупать и продавать официально. Если человек покупает с рук и продает, и продает тоже так же с рук, то нет никаких документов. Нет никаких правосуновливающих документов. И получается, что, извините, если не хочется говорить на жагоне Тишинского рынка, но если купил по-пацански и продал по-пацански, и разборки по-пацански, если что-то не так. А ведь людям же это не нужно. У нас все больше и больше появляются людей с большими официальными доходами. И антикварный рынок должен дать официальный расход. Конечно. Это магазин, это аукцион. Как покупать, продавать? Магазины, аукционы. Все больше и больше сейчас людей начали интересоваться интернет-аукционами, интернет-торговлей. Этот рынок для России, я считаю, колоссальный. Если во всем мире сотни миллиардов долларов идут обороты по интернету торговой, то в России еще можно очень сильно развиваться. Ну да, еще есть задел. Говоря вот о предметах, точнее не о предметах, а о документах, да, правообладающих, правоустанавливающих, они существуют вообще на предметы антиквариата? У нас да. Вот в Восточно-Европейском антикварном доме да. Мы заказывали юридической фирме в Швейцарии, они нам как бы, ну, основную часть болванки документов дали. Мы уже это переработали, и у нас да. Это нормально, это правильно. То есть это показатель того самого, да, ну, относительно белого рынка, о котором идет речь. Конечно. И на Западе точно так же происходит? Ну, да, примерно. Примерно так же. Хотя, и почему я сказал, что западный рынок он серый? Конечно, и безусловно, там много сделок идут тоже вот. Вот мимо кассы, что называется, да? А, кстати, все-таки, если более детально, Сергей, поговорить о опыте зарубежном, ну, там все-таки... Ну, крестисует примерно лет по 220. Вот-вот-вот, там, да, там существуют они несколько дольше, чем российские. Вот на что можно сделать акценты? Или, может быть, даже с такой точки зрения это обсудить? Как, на ваш взгляд, хотелось бы, чтобы выглядел российский рынок похожим на своих... Совершенно не похожим. То есть не хотелось бы, чтобы он был похож? Я правильно? Владимир Шлинин говорил, по-моему, в работе о государстве, он писал, что мы пойдем своим путем. Вот я считаю, что... Я никогда не обращал ни на кого внимания, я шел своим путем. Тем путем, который мне казался хорошим и правильным, да, и эффективным. Вот, допустим, я не хочу голословно кого-то конкретно, да, вот, обвинять в этом, но сама по себе система проведения аукционов, она подразумевает под собой провокацию, да? Потому что очень хочется сыграть. В принципе, да, не российских, не каких-то конкретных, а в принципе, аукционы, это провокация. Соблазняет на это. Есть такое понятие, как разгон цены. Условно говоря, там, предмет стоит 10 тысяч, к примеру, да, рыночная стоимость. И когда человек, желающий продать этот предмет, приходит на аукцион, то ему, как правило, почти везде говорят, вы знаете, 10 тысяч, вот, не пойдут. Давайте мы его поставим за 5, но мы вам гарантируем, что меньше, чем за 10 мы не отдадим его. Вот это и называется уже разгон цены. То есть, когда в зале появляются игроки аукционов, и они не дают возможности купить этот предмет дешевле, чем за 10 тысяч, как они обещали владельцу. Понимаете, и получается, когда я вижу, когда цена в аукционном каталоге значительно дешевле рыночной стоимости, то вот меня это коробит очень. Потому что я понимаю, что сейчас вот меня здесь будут делать, да. Не хочу. Я считаю, что разгон цен неприемлем, потому что разгон цен, он создает неоправданно завышенную стоимость предмета. И постепенно получается надувание мыльного пузыря. А мыльные пузыри, как мы все знаем, они обязательно лопаются. Я очень часто погребаю под своими развальными тех людей, которые пузыри надували. Согласен, таких примеров много. Кстати, все же, если говорить о рынке антиквариата, есть примеры в исторической перспективе, когда действительно раздутые пузыри на рынке антиквариата лопались, цена резко падала куда-то там в район. Пожалуйста, Япония, конец 80-х годов. Там недвижимость, антиквариат, все лопнуло. Ну, недвижимость-то, да, это знакомое. А чем отличается? Ничем. Мыльный пузырь, это и есть мыльный пузырь. Когда очень важно, чтобы цена была продаваемая. То есть, немотивированная, завышенная цена, это страшно, это опасно. Мне, конечно, тяжело судить, но мне кажется, на картину, на живопись немотивированная завышенная цена. Ну, смотрите, опять-таки, вы говорите, желательно, чтобы цена была продаваемая. То есть, нашелся покупатель на эту цену, но ведь он находится. Да, но только его, когда цене вынуждают, знаете, чем вынуждают? Проходами, проходами на аукционах, с завышенной ценой. И тем самым, как бы, цена искусственно, она не рыночная, она искусственно сделана рыночной, понимаете? Ну, если честно, не совсем понимаю, я все-таки, конечно... Объясняю, вот смотрите, аукцион, продажа была фиктивной, да, и по завышенной цене, на один, вот, на конкретный предмет. Потом этот же предмет появляется на другом аукционе, и он еще по более завышенной цене там продается. И тем самым, у людей создается иллюзия, что этот предмет стоит этих денег. Этих денег, да. Вот. Ну, я, тем не менее, все-таки... Не поняли? Ну, примерно, примерно, может быть, да, начинает на меня доходить. И тем не менее, все-таки, я на другом акцент делаю. В первом случае, да, завышенная она не завышенная, но нашелся тот, кто ее купит. Значит, он считает, что это нормальная цена. Его в этом убедили. Хорошо, пусть его в этом убедили, грамотно убедили. Второй раз, еще по более... Опять нашелся человек, который купил... Ну, если бы не было желающего купить, то тогда она бы и не продалась за эту цену. Но в какой-то момент люди начинают понимать, что это не стоит этих денег. А какие люди? Те, которые купили уже, или которые... А, которые могли бы быть покупателями. Ну, и тогда смотрите. Если следовать этой логике, в следующий раз этот предмет появляется... И его никто не покупает. Его никто не покупает. И цена вынужденно идет вниз. Да. Вот вам и рынок. Причем достаточно быстро. Достаточно быстро, да. То есть, в том плане, что вспоминая... Но в любом случае, антиквариат — это всегда выигрыш. Но надо четко себе понимать, что это долгосрочная перспектива. Она не может быть... То есть, это не предмет спекуляции, да? Не предмет спекуляции. Для тех, кто... Для кого работа на антиквариатном рынке является профессией, то для них, конечно, краткосрочную перспективу не покупают. Быстро продают, потому что они знают, там, какие-то у них свои покупатели есть. Но для нормального человека, для обывателя, это, безусловно, надо понимать, что это всегда выигрыш, но это всегда долгосрочный выигрыш. То есть, это некая такая долгосрочная инвестиция все же, да? Ну, смотря, сколько считать... Вернее, сколько укладывать лет, слов долгосрочно, но 3-4-5 лет. 3-4 года, как минимум. 7. Хорошо, Сережа, еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ послушаем, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Обсуждаем российский антикварный рынок. В гостях Сергей Юнин, учредитель Восточноевропейского антикварного дома. И, напомню, телефон в студии 6510-99-6, код Москвы 495, сайт компания финам.фм. Сережа, немножко на личности, если не возражаете, мы перейдем... Смотря на какие. На ваши. На ваши. На ваши непосредственно персонали. Вы сказали о том, что у вас есть большой опыт работы в сфере банковского бизнеса. А потом, мне хочется понять, по какой причине вы вдруг резко достаточно меняете направление. А потому что я считаю, я уже об этом сейчас говорил, потому что я считаю, что антикуриат может и должен занять свое место в сфере финансового оборота. Ну, вас каким образом вообще... Потому что это инвестиции очень хорошо. У меня каким образом? Денесло, да? Ну, я из семьи коллекционер. У меня отец был коллекционером. Да, он собирал награды. Он собирал там фалеристику, значки, книги собирал бы, князь был. Так что я как-то вот всю жизнь где-то очень недалеко, но не в теме. В 11 лет, я помню, я начал собирать бутылки пустые, чтобы какие-то деньги оборотные были. Серьезно. Покупал марки почтовые, я их длительное время собирал. Но я не мог никогда погрузиться в эту тему вот так серьезно. Я скорее собиратель, а не коллекционер. Это для большей разницы, кстати. Ну, я так понимаю, что для собирателя не важно, что он собирает, да? Ничего подобного. Конечно, важно. Важно? Но я не имел возможности так изучать, глубоко изучать предметы эти. Потому что все-таки любой вид антиквариата — это наше историческое культурное наследие. Вот люди, которые собирают, допустим, античные монеты, они почти все пишут книги. Ну-то да, это логично. Это же история. Причем, почему еще... То есть как бы волею и неволею, да? Почему еще важна борьба с фальшивками? Потому что ведь именно фальшивые предметы, они и размывают наш культурный слой. Нашу историю размывают. И поэтому люди так... Для многих людей, и для меня, на самом деле, в том числе, собирание было некоторым каким-то таким уходом от реальной действительности, которая каждому человеку для разрядки нужна. И неважно, какая она реальная действительность, да? Она всегда стрессовая у нас. Разве нет? Нет. Я с вами согласен. Интересно ваше мнение. У нас есть звонок, Сергей. Есть звонок. Давайте пообщаемся со слушателем. Николай, день добрый. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Да, добрый вечер. У меня вопрос к гостю Сергею, да? Такого плана. Ну, вот первый вопрос. При среднесрочных, как было сказано, инвестиций, там, от трех до семи лет, на какую доходность можно рассчитывать с точки зрения вложения капитала, да? И второе, существует ли какая-либо услуга вот этого дома в подборе некой коллекции, которая вот делась бы в инвестиционных целях? Ага, именно исключительно в инвестиционных. Спасибо, Николай, спасибо. Тогда давайте, наверное, с конца, да? Давайте. Безусловно, наши декоративные дома оказывают услуги по формированию коллекции. Причем, еще раз, я вот тут же это говорил, причем всех направлений декоративных вариантов. Что человеку интереснее, что ему ближе, мы можем подобрать спокойно, серьезно любую коллекцию. Все зависит только от тех денег, которые человек готов вложить. А по доходности мы уже с вами, по-моему, этот вопрос затрагивали. Я говорю, что тогда, когда... Николай мог не услышать просто. Тогда, когда доллар спокойно себя ведет на международном финансовом рынке, то это от 10 до 15 процентов годовых. Тогда, когда должен начинать шататься, это 20, 22, до 25 процентов в год. Не за три года, а каждый год. Год в год, ну понятно. Может, не всем. Ориентир они у нас грамотные очень. Слушайте, я, тем не менее, хотел бы уточнить. Смотрите, Николай говорит, вот есть ли у вас некие коллекции, которые вы предлагаете с точки зрения инвестиций? Нет, извините, он сказал, по формированию коллекции помощи. А, специалисты по формированию коллекции. То есть не готовые уже, да, специалисты? По многим направлениям мы можем сейчас предложить коллекции. Ну, что такое коллекция? Это подобранная по временам или по какой-то тематике предметы. Я просто опять, вот с точки зрения нашей, ну, такой стандартной инвестиции в какие-то популярные финансовые инструменты. То есть я прихожу на рынок, формирую инвестиционный портфель. Что туда попадает, да? Наиболее привлекательные инструменты по доходности и, соответственно, наиболее привлекательные инструменты с точки зрения минимального риска. Вот отношение к предметам антиквариата, они... Риск, вы имеете в виду, что недозаработок риск? Или потеря неожиданно. Вот про пузыри вы же с вами говорили. Я купил что-то, а потом раз-ка бах, и все, и я потерял. Ну, опять, просто все зависит от временного диапазона. Все равно отрастет. То есть средне-долгосрочно все равно, да, если... Безусловно, безусловно. Мы могли бы оказывать помощь не только по приобретению, но еще и по рекомендациям, когда продавать надо. Плюс к этому есть очень интересная услуга, как принятие предметов на реализацию без въятия из коммерческого оборота. Это что значит? А сейчас объясню. Человек, допустим, имеет, не знаю, там 10 монет, а он ходит в клуб, коллекционер там меняется, продает эти 10 монет. Мы предлагаем ему к нам приехать. Наш фотограф их снимает, мы с ним утверждаем цену на эти предметы, и он спокойно, забрав свою монет, спокойно уезжает. Мы эти предметы выставляем в нашем интернет-магазине, и для человека это не стоит ни одной копейки. Для нас это расширение спектра предметов, которые мы реализуем. И есть только одно услуга. Если человек продает или меняет свой предмет, он должен в течение двух часов нас об этом уведомить. А то вы нашли покупателя, а монеты уже нет. Ну да. Это очень удобно для людей, потому что интернет-магазин работает 24 часа в день и 365 дней в году. Да, да. Высокие технологии дают огромный толчок сейчас в любой сфере бизнеса. Кстати, вот говоря об антикварном рынке, Сергей, как вы смотрите в интернет сейчас? Ну что это может быть? Стандартный интернет-магазин или интернет-аукцион, да, как по аналогии с западными площадками? Безусловно, и то, и другое. Плюс к этому, видите, знаете, антикварный рынок, для человека, который этим занимается, для меня, он очень-очень интересен, потому что творчества очень много. А в чем творчество? Ну, к примеру, вот то, что я сейчас говорил, вот эта услуга, которую я сообразил и ввел, да, это же интересно, творчество, творчество. Много очень моментов, где можно проявить какой-то нестандарт. Где-то там бесплатная доставка, где-то какие-то там программы скидочные, куча всего, интересно. То есть в какой-то степени, да, опять, если возвращаясь к вашему личному жизненному пути, то есть в какой-то степени вот эта рутинная банковская действительность... Я занимаюсь любимым делом, которым я мечтал. Я работаю в банках, я всегда хотел, но я почему-то думал, что это будет небольшой бизнес, я не думаю, что это так вот разрастется широко. Я думаю, что когда я уйду на пенсию и стану совсем старичком, то вот я буду сидеть там у себя в лавочке какой-то, в магазинчике антикварном. Мне это очень нравится, потому что они несут в себе энергию. Вот никогда человек не может объяснить мотивированно, почему он покупает вот не одну вазочку, а вот другую вазочку. Я считаю, что ответ очень простой, потому что одно дело с душой... Здесь существенный нюанс. Они одинаковые внешне, эти вазочки? Ну, конечно, разные. Так может быть, поэтому здесь вот картинка мне больше понравится. Картинка больше или там формы... Бывают же очень похожие предметы. Вот Гале, это художник по стеклу, наверное, самый известный, французский, он практически все свои предметы, у него малотиражные. У него и фабрики, и мануфактуры не было, там 20 или 30 человек работало. Они вкладывали душу, душу их создателя. Если душа была красивой, как она была у Эмили Гале, несут все предметы, сделанные Гале, несут красивую, хорошую, добрую энергию. То есть интуитивно, да, я делаю выбор в пользу того или иного предмета и на эмоциональном все-таки, да, на каком-то уровне? Вы знаете, это очень большой разговор, но если люди верят в грядущую жизнь, так большинство, и все религии, значит, может быть, мы, наверное, и раньше жили. И, может быть, эти вещи нас окружали? Да, да, как вариант. Это очень интересно, на самом деле. Интересно и очень как-то чувственно. Кроме того, что это выгодно. Да, да, вот. Вернемся на грешную землю, Сергей, да? Поскольку осталось совсем немного времени, я хотел бы попросить вас, ну, некий прогноз дать, да, на ближайший, там, 14-й год, а может быть, и чуть дальше, как будет выглядеть российский антикварный рынок, как он будет развиваться. Я считаю, что то, что заложено было в этом году, то есть, рынок открывается, рынок начал системную борьбу противодействия фальшивкам, да, это значит, это неизбежно и неминуемо привлечет новых людей, новых коллекционеров, новых инвесторов. То есть, рынок будет находиться российский, я прогнозирую, что на подъеме будет находиться. А по степени, по скорости развития того или иного направления сектора, я считаю, что букинистика будет очень быстрыми темпами развиваться. Букинистика? Да. И она вот последних нескольких лет это и показывает. По той простой причине, что люди хотят книгу, люди соскучились по книге, кроме того, что они понимают, насколько это интересное вложение. Ну, и все-таки, если мы говорим о букинистике, то... Вино. Вино. Безусловно. Потому что людей богатых все больше и больше, в вашем случае, пока у нас появляется, значит, вино ценится. Я абсолютно уверен, что будет развиваться западноевропейское фарфор и стекло, потому что у нас-то недопонято, недоувидено, недослышано. А в Европе это, ну, один из хай-классов, да, коллекционирование. Безусловно, вот не сомневаюсь, что сейчас уже несколько проходит страх после вот этого последнего скандала с адолистскими, да, и живопись начнет более быстро развиваться. Нумизматика традиционно. И в нумизматике это античные монеты. Вот развиваться, потому что они у нас тоже недовидены, недопоняты, недооценены. Ну, то есть возвращаемся с того, с чего начали. Рыб будет расти. Главное информация. Чем больше информации, тем, естественно, сердце открываться будет в направлении. И очень важно, чтобы русские коллекционеры, инвесторы поняли, что не нужно выезжать в Европу за приобретениями. Вот наш аукционный дом 7 числа, это в субботу будет, проводим самую, наверное, интересную аукцион по живописи за последние годы. Это старые мастера, голландцы, голландцы, фламандцы, раньше только за границей покупали. Спасибо огромное. Сергей Юнин, учитель Восточноевропейского антикварного дома, сегодня в бизнес-классе. Спасибо за внимание, всего хорошего, успехов в бизнесе, до свидания.